Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу приготовить из любимых баклажанов баклажановый торт. Для этого мне понадобится для соуса я буду брать лук репчатый, морковь, вот у меня их здесь две штуки, и второй вариант лук и перец болгарский. Плюс еще будет майонез с чесноком, три баклажана средней величины, я их буду резать на кругляшки, и четыре помидора средних, они у меня розовые, очень вкусные, соль, растительное масло для обжарки и зелень. Кроме того, еще у меня на плите варится сейчас как раз свежий томатный соус, я тоже его буду использовать при приготовлении соуса. Итак, сейчас я буду все подготавливать. Зелень я мелко порезала, баклажаны я буду нарезать на сантиметровые кругляшки. Вот так. Я включила газ, налила в сковороду масло, и буду обжаривать на среднем огне баклажаны, я их не солю. Буду солить потом, прямо в торте. Пока баклажаны обжариваются, я натру морковь на терке. Морковь готова, натерта. Болгарский перец я режу вот такими дольками, и буду обжаривать потом. Баклажаны уже обжарились, я их перевернула, и теперь я снимаю их с огня и кладу на бумажную салфетку, чтобы с них вышло лишнее масло. И буду точно так же продолжать обжаривать остальные баклажаны. Кладкий перец нарезан, он тоже готов. Я выдавливаю чеснок в майонез. Один и второй. Луковица у меня большая. Если бы она была средней, я бы полукольцами нарезала. А такую большую я нарежу четверть кольцами. Вот таким образом. Лук тоже готов. Нарезан и ждет своего часа. Для прослойки торта я буду использовать кругляшки помидоров. Вот я сейчас их нарежу для этого. Вот таким вот образом. Дела в сковороду масло и отправляю сюда половину лука. Половину лука и морковь натертываю. Не буду сжарить. Морковь с луком я посолю. Это у нас соус. Который мы будем перекладывать слои. Тоже все по вкусу. Кому как нравится. Я не хочу, чтобы это было все обжарено. Поэтому я буду тушить под крышкой. Я добавлю к луку и к моркови немного томата. Вот у меня тут готовится томат. свежий. Ну, положу две ложечки. Морковь с луком уже готова. Теперь я отправляю в сковороду вторую порцию лука и болгарский перец. Теперь я буду их обжаривать. ну, вернее сказать, я их буду тушить. И тоже я их посолю. и буду тушить под крышкой до готовности. Я переложила готовый соус из лука, томата и моркови в миску. И теперь этот соус будет остывать. Соус с луком и перцем я тоже отправлю две ложки томата. Будет очень интересно. С небольшой кислинкой. Перец с луком уже протушился, готов. И сейчас я буду его перекладывать в мисочку, чтобы он остывал. Я подготовила тарелку, в которой я буду укладывать наш баклажановый тортик. Вот взяла кольцо от разъемной формы. Вот такая она многофункциональная. Проложила здесь кусочек гладкого и жесткого файла, чтобы бока были аккуратные. И буду сейчас пока остывает второй соус, начинаю укладывать наш торт. Вниз я укладываю баклажаны обжаренные. Вот я их с тарелки с салфеткой вынимаю и выкладываю сюда. Один слой уложен. Я слегка смажу его майонезом с чесноком. прям совсем слегка. Вот даже кисточкой просто промажу. И все. Следующим слоем пойдет соус. Морковь с луком и томатом. Вот сюда я уложу его сейчас одним слоем тоже. Этот уже соус остыл. Я его выкладываю. Теперь на слой соуса я уложу слой помидоров кольцами. Поверх помидоров я тоже положу немного майонеза с чесноком. Даже столовой ложки тут нет. И смажу кисточкой. смажу кисточкой. Посыплю зеленью нашей. Подготовленный тут лук, петрушка и зеленый. Зеленый лук, петрушка и укроп. Так. Следующим слоем опять идут баклажаны. Слой баклажан уложен и сверху опять немного майонеза с чесноком. Просто чуть-чуть смажу. так посыплю зеленью. И теперь уже сверху я положу соус с перцем. Полностью слой. готов. Поверх этого слоя я положу слой помидорчиков. Теперь небольшой слой майонеза с чесночком. Тоже все это я только смажу. опять зелень и слой баклажан. вот ровно все баклажаны ушли. сверху посолила баклажаны. Они были у меня не посолены. Я их посолила прямо здесь. Ну и теперь остается последний слой. сейчас я смажу его майонезом. Посыплю зеленью. и украшу томатами. все больше в эту форму у меня уже она доверху забита уже ничего не поместится. Только украшение сверху. Я украсила баклажановый торт зеленью и помидорами. Теперь он должен настояться немного. Я поставлю его в холодильник, а потом уже сниму кольцо и покажу. баклажановый торт постоял, настоялся. Я аккуратно сняла кольцо и вот такой тортик. Так вот он выглядит. безусловно он очень и очень вкусный. Благодарю вас всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. До скорых встреч!